Всем привет! Меня зовут Гущин Кирилл, я разработчик спиннингов Nord Stream. И сегодня мы запишем долгое, нудное видео о том, как же работают спиннинги стандарт на своих верхах, на своих низах, как работает бланк, как отрабатывает вершина. Ну, в общем, такая маленькая практическая часть к той презентации, которую я уже делал относительно недавно. Просто презентация стандартов с рыбами, с объяснениями, что к чему уже было, а теперь более детально по каждой модели просто покажу, как что и работает. Выводы делать, естественно, вам. Ну, а как бы на то, что стоит, на что стоит обратить внимание, я вам подскажу. Значит, коротко о стандартах. Это уже четвертая генерация. Вторая генерация именно классического джекспешла. Модели достаточно бюджетные, то есть розничная цена, там, калибрится в районе 6 тысяч рублей, там, от 6 и слонга, там, до почти 7. В серии пока 8 моделей, будет 9. Девятая модель будет попозже. Самый легкий тест это 7,21 при длине 8 футов, то есть 2,44. Самое тяжелое это до 90 грамм, при длине 86, то есть 2,59. Кольца максимально облегченные сигайты. Бланк довольно тонкий. Это сделано для чего? Чтобы была лучшая чувствительность, но при этом достаточно жесткой вершинкой. То есть стандарты сделаны универсальными в плане ловли как настоящей воде, так и на течении. Средний быстрый строй позволяет увидеть визуально, что у нас происходит с падением приманки, если вдруг нет контакта в руку. Вот, например, как здесь, мы сейчас на карьере, а песок понятно, что в руку будут отдавать только, если будут довольно тяжелые веса, отрыжка, либо если вы ударишь вверх об камень. Так вот, чтобы было возможно ловить практически везде, в любых условиях, сделан именно средний быстрый строй, достаточно жесткая вершина. Это, кстати, хорошо сказывается на подбросках, на подбросах. И что еще, это не очень толстый комель, это не морковка. Это именно сжатая пружина, которая работает по всей своей линии при вываживании, при забросе. Минусы. Придете в магазин, возьмете там какую-нибудь морковку, она вам покажется, вах, какая классная. Возьмете стандарт, хорошая палка, все нормально, но вот нет вот этого чувства суперлегкости. На воде все меняется сильно, потому что стандарт будет кидать, подсекать, вываживать, а вот с морковкой там вопрос, особенно с бюджетной. Ладно, это уже лирика, давайте посмотрим первую модель. У меня в руках стандарт 4802М с тестом 721. 7 не нашел, есть 8 с небольшой приманкой. Приманка HL38, такая вот именно, что-нибудь легкое такое, а-ля слагообразное. Давайте мы посмотрим на несколько моментов. Момент первый, это заброс, как работает весь бланк при забросе. Момент второй, на низах, это как у нас отрабатывает вершина. Ну, просто свои чувства в руку я передать не могу, да, по крайней мере, работу вершинки вы увидите. Смотрим. Так, на всякий случай, плетенка единичка, катушка 2500, но это не важно, потому что с катушками тут все очень сложно. У меня просто проще серта это нету, и приходится как бы ставить достаточно дорогие катушки на относительно бюджетной палки. Тут вариантов нет никаких. Поэтому в любом случае катушка 2500 достаточно легкая. Смотрим заброс. Вот, по сути, я сейчас бросил, не особо напрягаясь. Ну, заброс хороший. Для 8 грамм так вообще великолепный. Так, теперь вершина. Падение есть, ждем. Падение. Падение. Я не скажу, что это прям классно отбивается все, да, все-таки как бы давайте понимать, что это достаточно бюджетная модель. Но свой низ он отрабатывает, по крайней мере, вот в этих условиях, относительно хороших, честно. То есть я четко вижу, когда приманка падает на дно, и чувствую в руку, если она касается какого-нибудь камня. Давайте я еще раз сейчас сделаю силовой заброс. Вот если просто первый заброс я достаточно сильно, но просто махнул. Второй раз я сделаю силовой заброс. Смотрите, как работает бланк. Ну, соответственно, работу на низах я уже показал. Теперь давайте смотреть на верхах. Так, поставили 22 грамма даже, не 21, 22. Приманка летом керли, 5 дюймов. То есть подперегрузим слегка. И сделаем заброс. Сейчас посмотрим, как работает на максимальных весах бланк. И покажу подрыв. Да, чувствую, что спинник напрягается, но, в принципе, даже я бы сказал, что есть легкий запасик. Но легкий. Касание на низ, спорим подрыв. Бланк ожидаем гнется. Но я бы не сказал, что прям это какой-то из комфорта. То есть четкий, вполне прогнозируемый подрыв. Имеет место. Самое главное, что нету ощущения перегруза. Вот это максимальный вес, который возможен на этой модели, 21 грамма. Перегруза нет. Смотрим еще раз. И мы забываем. Я так же сложился. Собственно говоря, про этот стандарт, наверное, все. Низа посмотрели, вверха посмотрели. Теперь остается что? Теперь остается следующий ход, который более мощный. Это 802 МКМН-Х с тестом 1028. Вторая модель стандарта. Стандарт 802 ММН-Х с тестом 1028. Скажу честно, моя любимая. Почему моя любимая? Потому что при относительно небольшом тесте, она позволяет очень уверенно работать с крупной рыбой. Ну, как бы, если видели в предыдущем виде стандарта, где я в общих чертах рассказывал, там были кадры. Вот как раз у меня в руках именно 802 стандарт. Именно ММН-Х 1028. Вот. И второй момент, за что я его очень люблю. У него очень легкий заброс и очень классная чувствительность. То есть, я бы сказал, что из всей серии стандарт, это самая чувствительная модель. Смотрим. Значит, 10 грамм, маленькая резинка. Хотя, честно говоря, 10 грамм и большая объемная резинка тоже проблем в боевой рыбалке не было вообще никаких. Но, в любом случае, мы будем делать чистый эксперимент. Отхожу. Смотрим, как работает на забросе. Очень легкий заброс. Не надо продавливать в бланк. Достаточно махнуть посильнее. Единственный сейчас минус. Довольно сильный боковой ветер. Внезапно. Поэтому проводка будет, конечно, немножко смазана на низах. Но да ладно. Вот даже на очень так неприятном ветру, боковом именно, все равно падение видно. То есть, я их контролирую четко. Просто единственная фаза падения получается слегка затянутой. Потому что очень большая дуга у плетенки. Но твердые камушки в руку я ощущаю. Я еще раз сейчас сделаю заброс. Если в прошлый раз я просто махал, то теперь я махну так это с прожимом. Самое интересное, что разница в дальности минимальна. Это о чем говорит? О том, что бланк кидает сам. Не надо ему даже особо сильно помогать. Хорошо очень падет для новичков, которые хотят далеко кидать. Но при этом еще пока особо не умеют. Ждем, когда упадет на дно. Дуга огромнейшая. Но в этом есть и плюс. Как минимум, это совсем боевые условия. Переходим к верхам. 28 грамм, 5 дюймов ритмикерли. Прямо совсем уже по самому верху. Смотрим, что получится именно в плане заброса. Насколько бланк валится или не валится. Это нормально. Это вот самый-самый верх. То есть все, что остальное более тяжелое, кинуть можно. Запаса дури в стандарте хватает. Но заброс с таким комфортным не будет. Полка будет просто ввалиться. Здесь и сейчас именно мы смотрим вверх. 28 грамм. Ну там ямка, там что-то отрабатывает. Давайте посмотрим подбросы. То есть что происходит с подросами у нас. Четко контролируем рывок. Никаких провалов. Никаких недоработков. Сейчас еще раз заброшу. Если первый заброс был, я просто довольно сильно махнул. То сейчас я продавлю. Посмотрим заодно, как увеличится дальность. Сейчас упадет на дно. Смотрим подброс. Унцы можно спокойно так подрабатывать. Понятно, что все палки я тестирую. На все палки ловлю рыбу. Но как-то у меня так получилось, что вот на эту модель, наунцовая, поймана больше всего и крупнее всего. Прям любимый спиннинг. Без вариантов. Ладно, смотрим следующую. Это будет уже более мощная модель. Сейчас мы о ней поговорим. Следующая модель стандарта. Это стандарт 8 футов. 2,44. С тестом 12,42. То есть это MH класс. Для частоты эксперимента я использую одну и ту же приманку. Просто меняю веса головок. Вот в данном случае у нас 12 грамм. Плетенка 1,5. Не будем мелочиться, смысла нет. И давайте посмотрим, как палка грузится на низах. И как она отработает с самой низы теста. Бросаем. Первый раз просто махнул. Хорошо полетировал. Смотрим работу. Оп, падение. 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 То есть, ну, без проблем контролируется все. Эти ручки немножко подутих. Но не скажу, что полный стиль. Метра 3-4 секунды. Прошлый спинник мы пытались что-то увидеть и разглядеть. При 8-9 метрах в секунду. Но как бы все равно это было видно. То есть, не просто так. Значит, пока тут я веду потихонечку. Расскажу, чем отличается эта модель от предыдущей. То есть, чем отличается 12,42 от 10,28. Вот здесь уже появился комель. То есть, спиннинг стал в начале рукоятки намного толще. Почему? Потому что уже цель и задача этой модели конкретно, это либо ловля достаточно тяжелыми весами. А давайте понимать, что тяжелые веса, это в первую очередь течение. Если мы говорим про джиг, да? И второе, это ловля довольно крупной рыбы. То есть, когда ты работаешь, например, легкими относительными весами, теми же 12-14 граммами, вот таким силиконом, и тебе, естественно, надо поймать не щеренка килограммов в три, а чуть-нибудь большое, зачетное и дельное. Тут уже нужна мощность, тут нужно уже вываживание, такое уверенное и гарантированное. Вот поэтому эта модель толще. Так, смотрим. Сейчас я продавлю, сделаю заброс именно на низах, продавливающий, максимально дальнобойный. Ну, подальше полетела, уверенно подальше. Но опять же, как бы, вот есть спиннинги, которые надо разгонять, есть спиннинги, которые надо заставлять выстрелить, чтобы добиться максимальной дальности. Вот здесь этого не надо. Если уверенно и правильно махнул, оно все полетит само. Так, низы показали, сейчас будем смотреть верха. Голова с роду агрома, 5 дюймов, и пытаемся, пытаемся сделать максимально дальний заброс. Пока кидаю первый раз просто, второй раз кину с продавливанием. Да тут даже и просто никаких проблем. То есть в руках у нас, давайте понимать так, все стандарты, это пружины. Пружины, которые ты махнул, и она выстрелила сама. Да, понятно, что, например, по чувствительности он не настолько хорош, как Абсолют, а тем более там спайкер или Экспириенс. Но чувствительности достаточно, чтобы почувствовать камни, твердое дно и поклевку тем более. И при этом спиннинг очень комфортен для начинающих. То есть не надо вот пытаться выпрыгнуть штанов, чтобы кинуть подальше. Махнул, полетел и довольно далеко. Смотрим подрыв. Если посмотреть внимательно, как бы спиннинг гнется. Но таких вот зон мертвых, которые сгибаются сразу, никакого дискомфорта, чтобы подбросить 42 грамма, я не увидел. Давайте сейчас я кину силовым продавливающим. Сломать я не боюсь. На самом деле им можно кидать и больше. Просто будет уже сильно некомфортно, палка будет валиться. Ну и как бы не советую, потому что кинули раз, два, три, десять, двадцать, тридцать. Материал на это не рассчитан, материал устал, у вас все сломалось, вы расстроились. Вам это надо? Не советую. Но вот так показать могу. Смотрим. Вот она. Ну это уже жереховая дистанция. Сотки нет, понятное дело, но как бы далеко. Смотрим подгруз. Для 44 грамм уже мелко. В любом случае, нам самое главное следить то движение, когда мы поднимаем груз от дна, ну и в общем-то спиннинг-то не справляется. Это не те сопельки, которые якобы легкие, якобы звонкие, якобы эти, но которые гнутся как непонятно что. Такой и не подбросишь и не просечешь. Вот здесь именно чем хорош стандарт, он и бросает, и течет. Даже если при этом весит на 10-15 грамм тяжелее. Так, эту модель посмотрели. Остается последняя в длине 2,44 восьмерки. Это модель до 60 грамм. Сейчас мы ее внимательно-внимательно посмотрим. Ну, как говорил же, последняя модель из восьмерок с тестом 16-60. Это 802H. Очень мощная модель. Для чего? Значит, самая главная, первая задача, это тяжелый джиг. Прям тяжелый-тяжелый. Вторая, это работа с объемными большими приманками. То есть, вот по строй, если мы внимательно посмотрим, классический, средний, быстрый строй. С одной стороны, для чего? Для того, чтобы можно было тянуть нормально упористые приманки, большие, объемные. С другой, чтобы можно было видеть чего-то падение какого-то там легкого груза на дно. Вот минималка 16, 3,8, шакал, плетенка полторашка. Смотрим. Ну, падение четко драгируется. То есть, прям четко-четко все видно. Тем более, ветер стих. У нас почти идеальные условия сейчас. Давайте второй заброс я продавлю. То есть, первый я просто махнул посильнее. Второй продавлю. Посмотреть, как работает бланк. Для 16 грамм очень хорошо. Осталось только рыб поймать. Но, правда, если честно, мы этим сейчас и не занимаемся. Спинник мощный. Спинник чуть мощнее в комле, чем модель D42, но значительно мощнее в вершине. То есть, за счет этого мы добились более среднего строя, что позволяет нам уверенно, удобно работать именно с тяжелыми весами и объемными. То есть, обычно, если у тебя достаточно жесткий комель на таких палках, то очень легко можно порезать плетенкой палец. Вот здесь такого не будет просто потому, что сам спинник более медленный, почти среднего строя. Его не надо сильно вкладываться, чтобы разогнать приманку, далеко не кинуть. Ну вот, собственно говоря, сейчас я вам это продемонстрирую на более тяжелых весах. Вернее, сразу мелочиться мы, естественно, не будем. Поставим 60+. Так, 60 грамм 5-дюймовый ритм Керли от Шакала. Ну, что я могу сказать. Спинник нагружается. Но, видите, вот в чем главная особенность тяжелых моделей. 42, 60, 90 будет. То есть, средний, быстрый, ближе к среднему строю. Что это нам дает? А вот, смотрите, делаю заброс. Просто махать. Вообще не напрягайся. То есть, 60 грамм, да там не 60, а на самом деле 70+, полетело далеко, уверенно и, главное, без напряга. Смотрим подброс. Ну, паденем до дно, я вам, честно скажу, здесь не будет. Просто потому, что это уже перебор. Стоячая вода, 60 грамм. То есть, на что надо смотреть? Как отрабатывает вершина. Вершина, человек, отрабатывает отсюда. Плавно. И мы четко контролируем. То есть, ничего не проседает, ничего не проваливается. Подброс есть. Подброс есть достаточно уверенный. Давайте я вам сейчас кину второй раз. Посмотрим мы, как этот спиннинг кидает, когда его продавливают. Тоже легкий перегруз, как и на всех моделях, которые я делаю. Просто для того, чтобы было понимание, что реально могут эти палки. Так. Главное, не порез пальцы, потому что заброс будет и на силовой. Надеюсь, повезет. Вот так вот. Ну, да. Опять же, естественно, с таким весом это уже почти жереховая дистанция. Сколько сказать не могу. Но не 50 и не 60. И уже, похоже, не 70. У нас тут жерех гуляет. Все хорошо. Все. Собственно говоря, на этом 8-футовые модели заканчиваются. Остаются вторые длины. Вторая длина. 8,6. 2,59. Вроде бы разница небольшая. На самом деле, разница кардинально-глобальная. Чем отличаются восьмерки и 8,6? 8,6 они чуть более медленные. Для чего? Для того, чтобы достигнуть максимальной дальности заброса. Все-таки 8,6 это уже береговые модели. Ими надо ловить в первую очередь с берега. И может быть только во вторую с большого катера. Давайте сейчас разберем. 8,6 начинаются с модели ММАш. ММАш с тестом 10,28. Просто более легкие делать смысла в этой серии нет никакого. Вот и посмотрим. 10,28. 12,42. 16,60. И последняя модель до 90 грамм. Так, первая из длинных моделей стандарта. Это стандарт 862 ММАш с тестом 10,28. 10 грамм голова. Очень толстая плитня в 1,5 грамм. Полторашная. 10 грамм. Значит, в специфике, как я уже сказал, длинный стандарт оптимизированный под дальний заброс. То есть, если в коротких ты не напрягаясь, машешь, оно летит довольно далеко и легко, то в более длинных ты не напрягаясь, машешь, оно летит еще дальше. Первый заброс я делаю, соответственно, без усилий особо. Я не продавливаю спинники. Я просто там делаю сильный заброс дальний. А второй раз я уже кинусь по давлению. Понятно, что дело очень сильно зависит от правильности рук. Если точнее поставленные техники заброса. Но, в принципе, в любом случае, есть техника, нет техники. Заброс стандарта будет очень легкий. Все четко, ясно. Абсолютно контролировано. При этом, повторю, плетенка 1,5. Это как бы не тоненькая плетеночка для ловли на 10 грамм. Просто, в моем понимании, использование самого низа спиннинга, это называется, мы ловили как бы в средних тестах, в максимальных тестах, но пришлось уходить вниз. Максимально облегчаться. Вот поэтому плетенкой обычно на тестировании ставлю толстую ловольную. Смотрим про давлющий заброс. Вот так вот. Разница по дальности есть, но, честно говоря, она не катастрофическая. Это говорит только о том, при этом дальность хорошая. Это говорит только о том, что у нас бланк легко и хорошо кидается сам. Без участия рыболова. Ну, не за, вот они, не за. Тут даже разговаривать не еще. Сейчас посмотрим, как у нас летит умция. То есть, 28 грамм. Максимальный тест. Менять приманку я не буду. Аритм Керли. 5 дюймов. Хотя это будет уже, как всегда, небольшой перегруз. Так, 28 грамм. Керлик. Надо, кстати, будет взвесить ради интереса. И первое действие. Это обычный заброс. Не силовой. При обычной проводке понятно, что никаких проблем нет. Все видно, чувствуется и проще, и проще. Все-таки с собой вверх. Давайте подброс смотреть. Ну, провала нет. То есть, да, вершина гнется, как и должна гнуться. Подрезка нагрузкой. Но при этом я четко контролирую, насколько поднять приманку. Так, а сейчас я сделаю продавливающий заброс. Посмотрим, как работает бланк на нем. Вот так вот. Ну, как и в предыдущей модели. В предыдущих моделях. Разница в дальности есть, но она на самом деле совсем не критична. То есть, летит далеко, хорошо, и при этом почти без участия рыболовов. Достаточно просто правильно и грамотно махнуть. Вон еще подбросик. Порещет. Двойной с удачей. Собственно, по 862 стандарту ММАШ это все. 10,28. Рассчитанно на дальний запрос. Сейчас рассмотрим более мощную модель. Так, следующая модель 862 ММАШ с тестом 12,42. Это уже более мощная, более камлистая модель. Ну, как и, собственно говоря, в восьмерках. Единственное, конечно, конечно, единственное, из-за того, что это дальний, именно береговик, строй немножко другой. То есть, он тоже оптимизирован под дальний-дальний запрос. Давайте посмотрим. Просто так махнул, приманка полетит, голова 12 грамм. Вот так вот абсолютно без напряга. Смотрим проводку на низах. Ну, а сейчас попробуем уже сделать силовой заброс. Просто понять, вы увидите, как работает бланк, когда его прогибают. И можете поверить мне на слово, насколько дальше полетит. Работаем. Дальше, ну, ненамного. Метров пять разница. Присловить, что это идет разговор о дистанции метров 60, ну, как бы, не сильно критично, если мы не ловим жереха. Кстати, вот жереха стандартно ловить можно, потому что строй позволяет работать колебалкой и упористой вертушкой, в том числе, легко. Это не фастовые модели. Не сгибается вершинка, а дальше идет достаточно жесткая средняя часть. Здесь все гораздо плавнее. И из-за этого как раз более комфортнее. Так, ну, низ мы уже посмотрели, в принципе, что тянуть время. Давайте смотреть вверх. Так, кидаем максимальный вес, 42, 5 дюймов. Покажу подрыв, покажу заброс обычный, покажу заброс продавливания. Это был обычный заброс. И смотрим подброс. Сейчас на дно упадет. Ага. Оп. Двойной с удачей. Понятно, что здесь проводки такой не будет. 42 здесь, мягко говоря, не в тему. Ну, просто для понимания возможности спиннинга я это и показываю. Теперь смотрите, заброс продавливания. Подальше. Но не критично. И снова подброс. Все. Поработки уже нет. Обагрить рыбу я не хочу. Собственно говоря, что? Вот эта вот модель, она в первую очередь сделана для средних течений. Для ловли с берега. На разные приманки. То есть здесь можно ловить не только на тяжелый джиг, но и на джиг там весом в 20 грамм, но с довольно большой объемной приманкой. Это если мы говорим о ловле щуки, либо хорошего судака, где его можно достать с берега. О, лещик. Вовремя я прекратил. Подбрасываю. Сейчас бы леща западал. Поэтому если унцовка это хорошая тема для водохранилищ, для ловли с берега, когда мы стараемся кинуть подальше, или там, скажем так, для рек со очень слабым течением, то 42 это уже для рек со средним течением, когда мы с берега работаем с широким диапазоном приманок от, скажем так, самых условно маленьких, там 3-х дюймовых, с головами 12, 14, 16 грамм и заканчиваю уже там вот чем-то подобным. Следующая модель еще более мощная. Это до 60 грамм. Береговик, чтобы вешать больше и кидать дальше. Итак, 862 H, тест 1660, это уже не детский тест. Это крупные приманки, это тяжелый джиг с берега, дальний заброс. Ну, у кого есть большой катер, как бы можно из катера, проблем нет. Давайте смотреть, значит, заброс 16 граммами, плетенка полторашка, 1,5 пе. Смотрим, как работает бланк. Сначала просто, потом продавливающий. Вот просто пошло. Внимание на кончик, на вершинку. Оп, падение. 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 Неверяя на то, что спинник очень мощный, работу по низам мы четко видим. Причем, еще раз повторюсь, плетенка 1,5. То есть, это не для 16 грамм плетенка. Если только какие-нибудь супер жесткие условия, там, корешника, чебоксатского захоронения. Ну, это отдельный разговор. Значит, строй. Все 86, как я уже говорил, они более регулярные. Если у 80-х строй регуляр-фаст, то вот у 86-х моделей строй между регуляр и регуляр-фаст. То есть, достаточно жесткая вершина. Сама вот окончание вершины, скажем так, второго колена. Относительно мягкая зона стыка, чтобы далеко кидать. Ну, и дальше идет уже мощный комель. Вот именно это позволяет нам без проблем, далеко, без прикладывания больших усилий, забрасывать тяжелые веса. Ну, вообще, любые веса. Так, смотрим, сейчас идет продавливающий забросок. Опаньки. Подальше. Ну, опять это в районе 5 метров. Хотите вы прыгать из штанов? Кидайте так. Не хотите, кидайте просто обычным замахом. Полетит на 5 метров ближе. Падение. Ну, собственно говоря, тут уже говорить не о чем. Полный контроль над всем. Это мы показали еще, когда кидали обычным забросом. Так, стоим теперь по максимуму 60. И смотрим, не валится ли бланк. Нет, ну я-то знаю, что он не валится. Это я уже все проверил давно. Но показать вам, думаю, можно. Итак, 60 грамм. 5 дюймов. Спиннинг до 60. Легкое превышение теста. Смотрим. Вначале обычный заброс. Подброс. Проблем нет. Проводки, правда, тоже нет. Потому что там все-таки мелко. Для 60 грамм совсем. Но, честно говоря, выбирать как бы яму, чтобы показать проводку 60 грамм смысла не вижу никакого. Нам самое главное увидеть, как отрабатывает бланк. Вот он, смотрите. Двойной. То есть, при условии, что это самый-самый верх, даже легкий перегруз, все происходит вполне себе неплохо. Я специально не ставлю очень тяжелые веса. Мы покажем на модели до 90 грамм, что и как работает. Потому что 60 грамм все-таки это больше джиг. И, соответственно, если большие крупные объемные приманки, то это там до 8 дюймов. Больше это нужен другой класс удилища. Так, смотрим. Продавлю еще заброс. Опаньки. Легко и непринужденно. Далеко. Единственное, только надо ли это. Ну, как бы для берега иногда надо. Прям надо, надо. Достать, надо попасть. Вот. Но длину стандарта я уменьшил. То есть, если третий были 9 футов, 274, то эти 2,59. Почему? Ну, потому что разницы в дальности заброса нет. Бланки переработаны. Бланки сделаны из других материалов немножко по выше класса. Вот. Поэтому у нас дальность заброса, мягко говоря, не уменьшилась. А в некоторых моделях увеличилась. А вот легкость именно дальнего заброса, она, соответственно, выросла. Делать трешки принципиально не хочу, потому что сейчас спрос на них минимален. Вот. Да и в бюджетной категории трешка, это будет уже такая либо дубина, либо шланг. Ну, как бы осталась последняя модель пока. Планок сделать еще 2,40 до 90 грамм. Вот. Но пока не сделал. Вот. Поэтому сейчас будем смотреть 86 до 90 грамм. Я, честно говоря, туда уже привязал приманку весом в 90. Вот. Сейчас-то я вам ее и покажу. Так. Ну, так как я здесь точно не планировал ловить 90 грамм, я просто взял, привязал 90-граммовый шарик. На самом деле, боевая, опять же, приманка. Вот. Я ее очень долго не могу никак оторвать. Вот. При этом самое интересное, что рыбу-то она увидала. Единственный нюанс, вот тут уже присобачен поменьше хвостик. Ну, в общем-то, это опять те же там 4 дюйма, условно говоря. Давайте смотреть. Сначала тогда сделаем верх, чтобы не перевязываться. Вот. А потом низ. Значит, сразу скажу, предмет 2,5, спиннинг стандарт 862 с тестом 24,90. Естественно, это XH класс, то есть стандарт 862 XH. Я не знаю, как здесь делать силовой продавливающий заброс. Мне просто жалко палец, на который я не взял сейчас пластырь и никакой напальщик для того, чтобы накидать такие веса. Ну, попробую показать. Сначала кидаем просто. Ой. Давайте смотреть подброс. Ну, проблем нет вообще. Никаких проблем с тем, чтобы подорвать 90-граммовый шар, у нас нет. Теперь делаем мощный продавливающий заброс. По крайней мере, я постараюсь сделать. И посмотрим, что из этого получится. Не сломаем. Так. Ах, Тонг. Ух ты. Ну, на взгляд, ну, 100, конечно, нет. Но метров 80-то есть, примерно. Может быть, 75. Как бы, я, конечно, знаю чемпионов, которые он скидает на 100 метров, на 20-грамм. Но это больше из разряда лирики и сказок. 100 метров очень тяжело выдать. В принципе, на любой палке. Ну, давайте смотреть подброс. Так, понятно, что ты там умудрился зацепить. Бровка. Кстати, можно было увидеть, как отрабатывает палка именно на вываживание, когда нагрузка пошла на нее. То есть, ни разу это не кол. В руки берешь, ощущение кола. А вот на самом деле, при работе, спинник начинает гнуться, спинник начинает отрабатывать и стараться не слить рыбу. Так, тяжелыми местами все. Сейчас поставим легкий 24. И даже поставим легкий 24. Наверное, дюйм их на 5. Зачем? А просто, как бы, с таким тестом, понимаешь, что не то. 3 дюйма ставить не будет. Показываю. 24 грамма, 5 дюймов, плетня 2,5. Здесь надо посмотреть работу вершины. В принципе, понимаешь, что 24 грамма. Заброс нормальный. Падение контролируется и видится четко. Так, а теперь, это был простой запрос. Сейчас попробуем продавить. Конечно, дело такое, не очень нужное. Но на всякий случай, вдруг кому интересно. Ну, не из теста. Но, в принципе, спинник худо-бедно как-то работает. Проводка есть. Так, ну и напоследок. Напоследок, два момента. Еще один момент. Я сейчас покажу, как это работает с действительно крупными приманками. Потому что до 90 грамм позволяет уже работать там с уверенными размерами. И второе. Будут вопросы, я уже знаю. Будут вопли. Почему однолапое кольцо на спинке до 90 грамм? Объясню. На самом деле, нагрузка на него практически никакая. Чтобы его собрать, там, согнуть, еще чего-то, это надо, чтобы ушло все. Ребят, ну это нереально. Это не морская рыбалка. Поэтому вот на стандарте стоит стандартное однолапое кольцо. Ну, а сейчас посмотрим именно крупные приманки. Ну, собственно, вот, как и обещал. Я не стану сильно заморачиваться. Это всем известная миуразмыш. Вес у нее 90 грамм. Джиг-головочка, наверное, чебурашка, 10 грамм. Вот, давайте смотреть, как он будет работать. Как раз очень подходящая для такого класса приманок длина 86-я. Вот тут хочешь, не хочешь, а короткие палки не проходят никак. То есть минимум 8,4, максимум 9. И смотрим, как оно работает. Ну, мышь сам по себе далеко не летит, понятно, волосатая. Проводку боевую делать не будем. Смотрим на вершину, насколько вот обычная по скорости проводка, насколько у нас вершина работает. Да нормально работает. То есть, если вам приспичило половить на бигбейты все, что средним весом до 100 грамм в совокупе, можно смело ловить. Строй позволяет. Если внимательно посмотреть нагрузку, как распределяется при проводке нагрузка, то никаких мертвых зон, никаких слабых мягких мест, в принципе, нет. Давайте еще раз покажу, тем более он заплеснулся даже. И вот еще раз обратите внимание на вершинку, как оно есть. То есть вот он плавный, нормальный, полноценный изгиб, который позволяет нам даже, в принципе, если надо что-то подернуть. Хотя такие приманки не дергают. Ну, на этом все. Надеюсь, как бы, минимальное понимание по серии стандарт вы получили. Если будут какие-то вопросы, не стесняйтесь. Задавайте, по крайней мере, в первый месяц-полтора после выхода видео. Я стараюсь отвечать на вопросы, которые там появляются. Ну, и так меня можно найти на Росфишинге, в Фейсбуке, ВКонтакте. В общем, везде. Ищущий, обрящий. Честное слово. Подписывайтесь на канал. Увидимся на воде, естественно. Желаю вам не хваста, не чешуи. Все. Всем привет. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова